итак тик токи лонли скрин готова крутая зипка пасиба вот че он так лагает тварь ебать он лагает так я вам выведу выведу браузер чик чирик ой какой нахуй браузер захват экрана нет захват окна опять захват экрана создал ну что я задолбаю заебок заебок так какой охуенный тренд вот этот вот под этот трек пиздец 5050 или за все платит парень или чаще парень но девушка тоже может вкладываться и как часто даришь цветы и подарки достаточно часто на нем спасибо большое да как мне в кайф платить за свою девушку везде почти мне в кайф поэтому да тут тут как вы как как вы решите я не знаю мне мне кайфово что я могу себе там я могу позволить купить своей девушке то что она хочет пойти там в бутик вместе пошопиться оплатить ей покупки я кайфую с этого поэтому да спасибо николаевич николаевич блять на каком пафосе он уехал бедная девочка даже не даже костян даже не посмотрел в сторону чисто сигма так ладно не надо и в третьих угадайте кто смотрел сериал пальто и влюбился в слово пацана и в третьих угадайте на хай пианчик сейчас тик токи кто-то слезы это самая контролируемая эмоция улыбка когда идешь на встречу другу ну слом охуенный мужик вообще про пальто и курта кабейна родничок давай я попозже и вот напомнит чат попозже когда смотрим я чекну пассиву тебе большое сори прости пожалуйста чекнем обязательно то что то есть я вот так представлю он же явно где-то работал до этих стримов чё-то делал там жил слом по-моему батл оценивал да всем он нужен всем он интересен ща чат я сделал донат побольше потому что сейчас будет без остановки ребята мы смотрим тик токи я вас очень прошу можете попозже свои вопросы поздавать роднички просто мне мне не влом я просто переживаю за то что чат колпачиться из-за этой хуйни постоянно что мы смотрим тик токи и резко донаты прилетают по-любому своей жене говорит малая ебать как я смотрю на айфоне lonely screen ты просто на ком качаешь приложение lonely screen коннектишься и все из айфона смотришь ладно блин мы все из донатов прослушали всю речь буду ладно мать мать чики мать мать Блядь, тварь, как я испугался. Блядь! Ебло! Как вас нахуй остановить, доносить? Блядь! Остановитесь! Блядь, еще и такая резата, я вообще не готов к стримерству, я тварь нахуй! Так это АСМР, да нахуй нам это надо? А не сесть бы на письку, нахуй их, а не выебать ли? Ха-ха-ха, есть такая хуйня, есть такое, пиздец. Сразу Санта Клаус въебываешь, как только снег идет. Не буду. Больше не пробуем, это не новое. Охуеть! Нижаза! это заметили это как бы не очень понравилось потому что машина мы так обошлась 25 миллионов так небольшой алиэкспресс оказался спереди надеюсь что по качеству нюансов кроме этого не будет может быть новая модель не знаю но вот такая ложечка дегтя было полное домовые бывают двух видов ну по крайне я видел два различных типа одни очень высокие 2 примерно метра ростом волосатые и худощавые вторые же наоборот очень маленькие похожи на какого-то такого гнидосного злобного старика и вот с этими мелкими сталкивался была стычка блять но я смотрю не помощь что-то куб лица там где-то в углу блять темно он оборачивается что-то там про себя пробормотал тут сказал что пошел я нахуй что в общем подлетает и меня прям пока под коленную чашечку как напаснул боль по печени там кулачища вот такие больше чем взрослого мужика блять я такой болят еще рюпит ухста чё это за возня домовые бывают я думаю настало пора нам хорошенько наебениться я полностью с вами согласен я думаю нам стоит заказать еще один ящик пива может спортом займемся нет мне нельзя я болею так что я воздержусь тогда я тоже с вами воздержусь невероятно вот это да вот это заявление уважаемый тебе пиздец ебать чекайте новая эмоция фортнайт ну я решил пусть бесится чё подумаешь чё я бегаю что ли за ней буду бесится перебесится я пойду как пацанам автосерий из пивка выпью какой охуенный сериал тихо тихо вот по-любому бегает над ним стебутся в школе в классе блять по-любому просто сняли блять угарнуть начало ну нахуй так ну да но он не такой как все ну а чё блять чё такого блять ну пусть бегает и бегает блять у нас вообще был чел который никогда ни с кем не общался я вообще не понимал почему учиться не на домашнем обучении он просто молчал всегда блять молчал все девять лет сколько с ним учился в одном классе он молчал блять девять лет нахуй просто такой и он и он и он выглядел на пять лет старше чем мы все я не знаю что за хуйня он был огромным у него блять все лицо было в прыщах у него половое сырьевание началось гораздо раньше чем у нас всех вопрос сидел вот так вот у себя за партой на на переменных он для бы играл в этот его бы на фпс пи либо просто ходил по рекреации и трогал стену вот так пальчиком и тогда мы просто угорали а сейчас вот реально понимаем насколько это жёстко пиздос он не мой нет он умел разговаривать он иногда отвечал когда его учительница что-то спрашивала но он просто с нами ни с кем не разговаривал интересно кем он вырос сейчас да по-моему у него был аутизм я точно я точно не помню вроде бы да но тогда мы когда маленький мы это вообще не понимали вот мне интересно кем он стал сейчас мне кажется он какой-то супер жесткий айтишник и очень богатый чел мне почему-то так кажется лопатный скажи пожалуйста ты реально готова я просто хочу скажи пожалуйста мне 13 скажи пожалуй для монеточка пиздец такая угарная хуй знает скажи по мне так где вот было ребята кто был не не то спасибо тебе конечно большой но тебе тогда спасибо большое просто учат спасибо тебе конечно есть ощущение что она для себя открыла optimus гэнг в этом году и начала вот так общаться да но она пиздец как она пиздец выкупающие еще хуен у нее спрашивали ну прежде чем писать мне такое у меня тоже есть что если я захочу то просто пока что не хочу прежде чем писать не такое ну прежде чем пиздос было и чуть про хит а вот у тебя сколько что ли два так а сколько у тебя тебя сколько что-то тебя что ли два супер охуенно для очень смешно ты не 13 30 сейчас время болят ладно бумерский тиктоки на игру это чему ратор когда спит нестандартно натуре после брокли перекоса ее била не требуя ростовая 8 утра спешим хуй не дуешь блядь давай иди николаевичу завери кофейку в натуре блять косяки свои замаливай вчерашний вчера пока николаевич на девочек смотрел в окно этот палочку крабовый отработал у него пока николаевич и блецом щелкал в натуре блять хулиган местный блять чебураторская твоя морда блять чё ты за вид блять как windows 10 блять а ну подъем я выбрался на очередную зимнюю рыбалку давайте пробовать бурить блять я не понимаю ну что-то серьезно тут блять серьезно как наточены ножи они сверкают как зубы блять младенца что еще надо почему блять почему а чё блять такой я нахуй с тобой случилось дело блять в лезвиях сюрикенах блять дело я больше никогда на зимнюю рыбалку не пойду и не поеду и не по их блять не поползу нахуй нам не обосралась горе мне горе что это за пляска блять что-то говно в кашу блять в глину еще нахуй вот раз нахуй раз два оттаивай на до весны блять сейчас вам покажу один прием самообороны который мне показали вьетхонга в 69 вьетнаме как правило они с кенгуру и гориллами таким образом управлялись стоит она буксует на тебя ты его пробиваешь вот так спыра в живот бах его крючит ты вот так вот подхватываешь его за шею за голову обнимаешь из-за всей силы падаешь с ним понятно показываю еще раз чтобы было понятен то есть удар спыра за голову бах завалили нахуй только отъезжая как вижу обочины сидит парень примерно моих лет и рыдает я в такие моменты стараюсь не останавливаться потому что знаю что за мной тут же образуется пробка с ним явно что-то было не так так что я все-таки решил тормознуть и выяснить что случилось я выскочил из тачки и спросил все ли у него в порядке чувак кое-как набрался сил и задыхаясь сквозь слезы стал объяснять мне свою ситуацию ему нужно было в дулут миннесота два с половиной часа езды но никто из таксистов не хотел его подбирать так как было уже слишком поздно а я в тот момент как раз боролся с жуткой депрессии которая была похожа на бесконечную войну которую не выиграть и испытал к нему сильную эмпатию все что ему было нужно это немного помощи я показал ему на телефоне свое водительское приложение указала наклейку убера на моей тачке предложил подвести его просто так без всяких счетчиков и плат он согласился собрал шмотки и мы поехали в дулут мы не разговаривали в этом не было необходимости примерно через час пути он пришел себя и попросил у меня позвонить я согласен только отъезжая как вижу бля я себя чувствую таким потерянным когда такая хуйня со мной происходит каждый раз когда я трачу минуту своего времени на ебаный тик ток где в конце нихуя нет жизнь иногда пускает жало натуралы словно вирус вы его парня жена прижала я зависим от себя как топинга топинка 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 домико мои кармане все больше меня любит каждый московский клуб и эти девки тоже меняют также фатара потара работа работа ра звони и мой клуб меня ждут звонили будет тем к меня ждут только я тебя садисим как топинга 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 домика ради сошью всех девок, трачу на тысячи тянут и думай до святых как бы до вторника, вторника, вторника блядь, он очень чувствует мужичок, осудить осуждаю ребята может я вам открою секрет или тайну слово осуждаю никогда не работало на твиче нету такого скрипта где ты после банворда говоришь осуждаю и тебя не банят они не ебланы там сидят на твиче может показаться так, но там не ебланы все равно, по поводу модераторства я хуй знает кто из модеров вообще есть в российском твиче сейчас, в СНГ вообще но важен контекст понял, важен контекст какая-то опора у тебя есть в жизни да не в этом дело, я тебя фотографирую да не надо, мы с ним разговариваем нет, она опять на свой телефон я не врачу была да ебанулся с этим тик током красиво ее блядь, опять кейтбак отключился я варю тебя, сука, псу, блядь ну че ему надо, блядь, а? блядь вот эта морда протокольная, блядь сожрало пять пряников из хлебницы, блядь пять пряников в одно рыло, блядь ты че гонишь что ли, как ты их смог сожрать, блядь мы хотели с Николаевичем почиферить, посидеть вечерком с пряничками, а этот, блядь, волчар опозорный вот эта морда как же позвоночник сейчас, во имя Иисуса Христа сила и святого духа, во имя Иисуса, будьте исцелены я приказу этим грыжам исчезнуть, во имя Иисуса Христа я повелеваю, полное восстановление, норма как же позвоночник сейчас адрес, скажи мне адрес я же уже сказал, геодезическое, двенадцать как? геодезическое, двенадцать тебе по словам, тебе по словам сказать что ли? потихоньку, говори ге-а-о-де-зи-де-с да вы, наверное, даже не помните этих времен есть, есть кто из вас, кто родился и подрос и уже Яндекс.Такси был? есть такие? да? ммм не помните это время, когда нужно куда-то ехать вы сейчас сидите в городе и звоните по телефону домашнего, блядь тетке, и нужно было разговаривать ебаный, блядь и ждать, пока она ответит, через сколько приедет чел вот эти бомбилы, которые там работали это просто пиздос знать город наизусть знать, где какой дом я его все ебал, это вообще, это, это сверх люди ладно, улица, ты примерно понимаешь да, в электростале, улица Корешкова вот я примерно понимаю, где это какой дом, да я хуй его знаю вот это хейтеры много хейтеров много хейтеров почему у меня много хейтеров это раз был в тайге машину бросил, пошел на два дня пушнины набил там, блядь, ебало кому-то набил вот, ну, возвращаюсь ничего, как говорится, не предвещало беды я смотрю, уже сдалека что-то с машиной не то подхожу ближе колеса разорваны то там что-то валяется то нахуй там все-то развалилось салон просто раздербаненный ну, это медведь я вот так вот сел над колесом смотрю, оно, блядь, вот тут отпало все, все, все запчасти, блядь я смотрю, думаю, ебаный врод как я домой буду добираться и слышу, нахуй, сука он тут меня уже поджидал он знал, что я буду возвращаться и я прям, что под рукой было, нахуй, раз ну, подшипник в деревню ездили я, мой брат, отец и друг моего отца, ну, его дядей считал дядя Володя вот только они с отцом бэмс, нахуй у них вот такие истории ну, блядь, полное пиздобольство какой-то валялся от колеса, нахуй я беру этот подшипник и думаю, ебаный блядь, не то, что голова там, сука и дерево, которое рядом стояло, нахуй завалил, блядь представим ситуацию, вы в лесу неожиданно повстречали хищного зверя у вас начинает труситься ливер и вам кажется, что вы сейчас провалитесь сквозь землю и решение разулить эту ситуацию любое ближайшее дерево, либо пенек изо всего маха черкашом, мизинцем пробиваете пиздец боль адская мизинец уходит в пятку и у вас появляется ярость без терка после чего вы начинаете просто все рвать и метать это там, блядь что там, медведь был, косуля, слон, блядь перекрутил как через мясорубку пошел отсюда нахуй бегом, блядь бегом отсюдова пиздуй вон на окно и птичек смотри своих пошел отсюда нахуй бегом, блядь я тебе не святаться я тебе не святаться убью, твой мать стоять, блядь бегом отсюдова а за что, блядь пиздуй вон на окно и матуши не, не собачек любишь? бля, вот это сколько нарезок с этой хуйни просто пиздец собачками не больно что, папа, отпустим поиграть? да узнаю Саня не будет, блядь такой нытик нах блядь вообще не больно а мне больно давай ножничками где? смотри, не больно а феном не больно? нет да, хочу класс, вообще супер синий трактор? да ай кто там в тракторе едет? ай я больно, отец вот когда я такое смотрю и понимаю, что я вообще нахуй, ну не готов стать отцом я не хочу вот этого, блядь, мозгоёбства просто, вот этого нытья бесконечного ну все же понимают, что ему, ну нихуя не больно ему блядь, почему он хнычит, ему не больно это же просто стрижка волос ну ладно, потом я себя вспоминаю, я тоже ебанутых хныкал, когда ходили с батьком стричься, пиздец у коровы не болит? овечки не болит? и у сани не болит? да не болит в овочи а как ты думаешь, у поросенка болит? нет у сани болит? нет да блядь, такой крендель да мне так нравится, как ты кричишь испался, наверное, покушал, набрался сил класс блядь, за что нахуй? я хочу деть воно блядь, что с ним блядь? что он ему наделал нахуй на голове? блядь, что с ним блядь? блядь все, хороший нахуй я на самом деле никогда не любил свои дни рождения они мне просто были не нужны в принципе, как и сейчас для кого-то это какой-то прям такой серьезный праздник люди собираются в кафешках на природе толпами какими-то, родня, друзья то есть я в моей жизни, к сожалению, это всегда было все по-другому как правило, именно на свой день рождения я оказывался в какой-то самой херовой ситуации без денег без толком друзей без нихера и так да ну нахуй кто-то в подъезде прошелся, реально ебанесся по-любому вор, слушай надо рычать и накидываться на него ну что ж ты гавкаешь, если ты на чела даже не набросишься вот что ж ты гавкаешь ты бля еле свой корм хаваешь вообще зубами прожевываешь зачем ты гавкаешь? что за лишние вы ебоны, если ты не собираешься драться с вором вообще о раз пацаны, всем здорово, йоу короче, Артик шеф-повар смотрит поваров осадил самое главное, что ну типа я же понимаю, что он меня не понимает я просто говорю но главное тут правильно использовать иногда хочется с ним разговаривать и думать о том, что он тебя понимает знаете, есть такая хуйня и когда не надо не повышать голос потому что я иногда повышаю голос естественно, когда он делает какую-то хуйню он должен понимать ты должен типа на повышенных тонах разговаривать чтобы он понимал, что он проебался вот это он сделал хуйню типа, ну так да, но иногда я думаю бля, вот если бы это был ребенок вместо него, да пиздец каждый раз, когда я голос поднял я бы потом сидел бы полдня обосранный и думал бы, какая я мразь нахуй за то, что голос на ребенка поднял вот такая вот хуйня поэтому я понимаю, что я не готов к детишкам они поймают по интонации да, 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 я про это и говорю нахуй сочный пацаны это бутерброды пацаны всем здорово, йоу короче артик шеф-повар смотрит поваров готовит бутерброды нахуй ну а ты американский флаг нахуя повесил? тебе чё? бургер дороже родины? а ты американский флаг нахуя повесил? да, это мы с парадевичем когда он прилетел из Америки это никогда не остановится это никогда не остановится за тебя танцует блядь, да что ты такая влево жанна жанна ингер за тебя танцует блядь, да что ты такая влево все, джесси не сбрасывай а чего это все не такое, да? чего? приходилось ли вам загадывать желание когда звезды падают? ну, ладно ничего приходилось ли вам загадывать желание когда падают звезды? да бля, это я это я когда Влад начинает говорить про деньги которые я у него занимал вот такая вот хуйня ну вот я хуёвый я человек мне лучше не занимать бабки если честно когда я в Дубай летал на 3 дня это было после стрим-марафона 24 часа это когда было? месяца два назад? даже больше, да? я только сегодня Владу вернул его бабки ну я объективно понимаю что мне его деньги важнее чем ему то есть ему, ну этот миллион, ну вообще никакой разницы будет он у него или нет ну мне объективно эффективно важнее важнее да нет, просто ну ему срочно не надо было вот я ему сегодня когда срочно понадобились я ему сразу же отдал теперь я машину не куплю спасибо Владу Квертову не, ладно, шучу я просто жду я просто жду выплаты от там разных рекламодателей когда это все приходит я сразу же закажу хотя по факту как будто мне срочно и не нужно потому что я не буду зимой на ней ездить и даже если я закажу в феврале машину будет заебись я закажу в феврале в марте она мне придет там на обслуживание сразу let's go, let's go все с ней сделать там пленочка вся хуйня колеса и все вообще было бы супер охуенно на день рождения себе это все сделать я помню что я в прошлом году говорил что у меня на ДР альбом будет или что такое но тут реально как будто прикиньте как было бы охуенно 28 марта это четверг с четверга на пятницу выходят треки дропнуть какой нибудь микстейп альбом там или ипишечку и выложить фотку в инстаграм прям со своей машиной которую я купил это знаешь такой рубеж какой-то прям супер охуенно было бы бля как я буду понтоваться флексить своей тачкой когда она мне придет ну в инстаграме просто ну не сильно аккуратненько флексить просто фоточки выкладывать мне кажется у меня все вся галерея будет только в моей машине вот нихуя не надо я когда брал им четвертую на три дня мне давал джеткар на три дня им четвертую я просто ставил ее на парковку и пять минут возле нее стоял и смотрел на нее и прощался с ней на ночь просто прикиньте и со всех сторон щелкал мне кажется так же будет когда я свою куплю звезды и какие звезды на небе для меня вот ощущение что у машины как будто душа есть поняли ее ставлю и прощаюсь с ней благодарю за то что она меня там катала сегодня вот такая вот хуйня вот такое отношение должно быть как будто к своей машине да ни одной звезды нет ну ночью идете падать звезда загадывали желание ну какое желание ну как сказать то ну вообще алло привет оперативная седоенко это не с разве мне нужен номер там был у вас такой отдел принятия жалоб от граждан номер телефона вот эти отдел принятия жалоб от граждан только бабушкам эта тема нужна 363-77 363-77 363-77 77 77 87 37 37 37 27 27 Две семерки последние. Три, шесть, три, семь. Три, три, шесть, три, семь, семь. Вы не чучите, я сейчас разборчиво скажите. Я говорю семерки последние, две семерки, семьдесят, семь. Семьдесят три, да? Блять, да семьдесят семь. Три, шестьдесят семь, семьдесят три. Три, шестьдесят три, пишите. Три, три, шесть, шесть, три, три, семь, шесть, семь. Блять. Шесть, ноль. Блять. Семьдесят семь, семь, семь. Семь. Три, шестьдесят, три, шестьдесят семь, спасибо. Три, шестьдесят, три, семь, семь. Да, бля, положил бы он трубку и хуй, пускай он звонит на эти 36367, блядь. Похуй. Пускай, а что ты хочешь кафешку? Та не, я сейчас, наверное, пойду гулять в футбол. Конечно, я гуляю в футбол. Ну, мне, ну. Поживай, не ж ты. А так. Йо. Спецназовцы сняли капюшон задержанного. Замолчала вся опергруппа. Это же он. Он охранял Сашу Белого в бригаде. Блядь, сука, блядь. Проститутка, кусок, сука, блядь. Я топ свою историю расскажу про работу здесь. Нет, ты личность прежде всего. Давай, выговорись, я выслушаю тебя. Говори. Не, я выслушаю, правда, говори. Мне важно, что ты думаешь, что ты чувствуешь. Говори. У меня были маленькие дети. Вот группа, где 6-7 лет. И они приходят, играют со мной в футбол. Я их тренировал. И там был мальчик. Но он приходил постоянно. И на каждой тренировке, к середине тренировки, он говорит. Тренер, у меня болит живот. У меня болит живот. Мне колет в животе. Я говорю, почему? А что случилось? Я покушал перед тренировкой. Говорю, не кушай перед тренировкой. А что ты кушал? Он такой, я ел шашлык, люля, шурпу. Я кушал еще. Потом, а, еще шашлык. Я кушал. Такой, что это? Что такое? А у него отец был владельцем ресторана. И он тусовался у него на работе. И перед тренировкой он его вот так напичкивал. А он такой еще плотненький был мальчик. И у него постоянно болел колобок. Я говорю, ты скажи папе, чтобы он не кормил тебя так на убой перед тренировкой. Так. Ладно, хорошо. Ну и на какой-то одной тренировке. Я ждал. Я знал, что это бомба отложенного действия. Что он лопнет. Как думаете, это тот самый видос, который мы досмотрим до конца. И там окажется полная хуйня какая-то, не смешная в конце. Это тот видос? Верни. Я топ свою историю расскажу про работу с детьми. Я уже готов. Говори, говори. Он такой, как, как, где-то куда-то. Нахуй. Вот нахуй. Только подумать, коты живут лучше, чем мы. Белка, блядь. Белка, блядь. Лови ее, нахуй. Опа. Охуеть. Привет, привет, ты не спишь опять сидишь тут по ночам, но почему-то... Дело мое было найдено в 5 утра 25-го числа на речном вокзале. Руки мои были покрыты ранами от углов, а смерть моя наступила от остановки сердца, как я и предсказывала. При мне нашли папку с протоколом. На одной странице было нарисовано лицо, а на другой вопрос. Блядь, ненавижу такое смотреть, нахуй. Особенно, когда понимаешь, что эмку себе покупаешь. Ебануто страшно. У меня постоянно такие видосы в рекомендациях. И в тиктоке, и в инсте. Блядь. Ебануто страшно, нахуй. Что-то такая хуйня. Один раз знаешь, что ты вот даже не думаешь об этом, ты просто выезжаешь. Сказал пока своей девушке, поцеловал, поехал навстречу, едешь. И больше никогда, типа, не вернешься домой. Пиздец. Очень страшная хуйня. Даже вот, чтобы вы понимали, у меня вот эти видосы задумывались вообще о покупке машины. Я один раз вечером сидел, вот такую хуйню смотрел. И я сижу и думаю, а зачем она мне нужна, типа? Ну, нахуй. Лучше я не буду ее покупать, лучше, блядь. Ну, потом понимаешь, что это, знаешь, это не то, что судьба, это воля случая. Ты можешь умереть точно так же легко и не в машине. Типа, знаете. Жизнь такая. Послушай сюда, пиздюк. Сейчас я заберу у тебя телефон. И до конца своих дней ты будешь ходить с ебаным калькулятором без батареек. Знаешь, почему без батареек? Чтобы ты в уме мог решать все примеры по квантовой механике, которые каждый день специально для тебя будут писать самые лучшие ученые из самых изъебистых университетов. И если хоть один из них ты решишь неправильно, клянусь своими волосами из полотенца, ведь я до сих пор не может купить нормальный женский парик. Я затолкаю этот телефон так глубоко тебе в задницу, что достать его оттуда сможет только сам дьявол. А когда ты решишь самый последний пример во вселенной, это 10.36 степени, я, может быть, не усыплю твою любимую собаку. Лучше не плачь. Если отец услышит, вообще убьет тебя, как нашего прошлого ребенка. Ну, мама, это не страшно. Отец, если видел, что я ночью сижу в телефоне, он меня просто пиздил. А эти угрозы, это хуйня все. Сможете ли вы ответить на все вопросы? Какая страна является родиной футбола? Что такое, абсолютно? Что такое глупый на голове ты собрался на паре? Там же девчонки будут, мэ? Ну, ебать, старый тикток. Я сегодня на рыбалке. Ай, бля. Сука, охуела, бля, да? Ебать. Бля, у меня нога уже нахуй затекла. Скоро нога провалится, наверное, через этот остров. Они такие, ты че, бля, деньги рисуешь? Шампанской руки брать, она прорискует. Угадайте с одного раза, что в комментариях пишут. Бля, бедный чел. На любой тикток зайти в комменты пишут про меня. Какого хуя? Вот почему? Я выдохаю от тела, это плохо для экологии. Парень, ты ебаный брок, это плохо для экономики. Мы с брачом взяли лены, теперь выведем как го... Ну, блядь. О, не пишут! А, о. Блядь. Бедный чел, ваще. Я видел такой видос, где реально вот такой чувак... Вот такой пиздюк ходил с настоящим ножом. И там девчонка какая-то снимала, и он ей угрожал. Просто прикиньте, вот такой же чел. Блядь, это пиздец. И самое страшное то, что он не соображает. Он же не развит, вообще. Он пиздюк. Он может это сделать, потому что он не понимает вообще, что он делает. Ну, там родители, конечно, блядь, у них родительские эти... Права нужны? Родительские права, блядь. Как это называется? Это родительские права? Забрать у них надо, блядь. Алкаши ёбаные, которые воспитать не могут. Родили и всё, дальше хай сам справится. Ебаные долбоёбы. А шо вы думаете, чтобы сами свою внучку по школе подготовить без состояния? Мистическая история. Мистическая, за которую стыдно. Нет, не хочу длинные смотреть, боюсь разочароваться. Очень криповый уикенд вообще. Мне интересно было бы узнать, какой я, когда бухой. Я никогда не был пьяным. И вот мне интересно. Люди же разные, когда выпьют. Вот условно, там, если Куэртов нахуярится, ну, пиздец, блядь. Я завозила ёбнутый, блядь. Просто у меня шило в жопе, он идёт творить всякую хуйню. Костя ебанутый смешной, когда выпьет. Вот каким был бы я? Седация, это не то. Не-не-не-не-не. Седация больше похожа на какой-то, знаешь, транквилизатор. Душнилый я был бы. Вот мне интересно. Мне кажется, я был бы, наверное, агрессивным. Вот у меня такое ощущение. Плакал бы. Нет, плачу я... Никогда пьяный. Ой, блядь. Нафиг мы вообще сюда приехали. Да деревня-то прикольно. Я есть хочу. Ладно, я пойду к соседям, скажу, что-нибудь поесть возьму. Только яблоки не ешь. Почему? Не ешь, говорю. Чё-то мне это напоминает. Похуй. Блядь. Опять курицу ебать. Ты ебёшь курицей? Нафиг мы вообще сюда приехали. Вчера геморрой обратно засовывал. И выкупаю. Ну, ты че, Тольфель. Блядь, как я их люблю. Пиздец. Почему мужчины постоянно говорят? Посмотрим. Дело в том, что проводилось исследование, которое показывает, что мужчины со средним и высоким уровнем тестостерона крайне ответственно относятся к вопросу собственной репутации и со стороны женщины в том числе. Соответственно, если он не может дать тебе ответ сиюминутно, это означает, что он сомневается в том, что сможет выполнить обещание. А для него это важно как воздух. Поэтому, дамы, если вы хотите, чтобы вам постоянно, утвердительно отвечали на ваши просьбы, вам к пиздоболам. Почему мужчины постоянно... Хо-хо. О, как. Мотивация должна быть всегда... Мотивация должна быть... Актуально. Нормально, Олег, насрал. Вообще нормально. С экспрессией, с напором, сложной ловерной ритмикой. Не сбился. И на похуй сделан. От души. Согласен, есть такое. Есть такая хуйня. У мамы понос. Всем привет. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok СиДжей, какого хуя. Кто мне рейд кинул? Кто там? Эффект. Спасибо тебе большое за рейд, бро. Спасибо огромное. Салют. Скажи, пожалуйста, ты шо, контуженная? Да шо я тебе плохого сделал? Я тебя с помойки забрал. А ты чем мне отплатила? Новая демка, не пиздень. Блин, ты его смотри. Это мне! Это мне! О, о, это он! Это мне! Леша, привет. Какое твое нелюбимое готовое блюдо? Нелюбимое? Блядь, я ненавижу все связанное с баклажанами, нахуй, и с кабачками. Для меня это просто ублюдство. Я не могу это вообще даже нюхать. И селедку под шубой тоже просто ненавижу. И морковка, морковка вареная тоже, нахуй, идет. Стиль, стиль, это все. Субтитры под шубой. Плюшки, завитушки. Бабушку мне всегда напоминают. Вот так, смотрите, он сразу уже, смотрите, приебала штука, все сползает так, блядь, побосяти. Это что я делала без выебонного. Владики, который въебался, перебил и все. И мы счастливы. Так, все нормально? Я тебя не напрягаю, а то спрашивают, моргни. Если что, моргни, говорят. А, а что у тебя с глазом? Тихо, нервный тихо. А, так все? Гондонов нет, иди купи. Да без гондонов, блядь. Я боюсь. Она боится, пожалуйста. Да не бойся, Кристина заебалась без гондонов. Купите гондоны, пожалуйста. Куплю за гондоны. Я не пойду за гондоны, блядь. Кристина! Я вас всех отъебухаю с гондонами, Кристина. Не сочнись, гондона ты сказал. Нет, нет. Бля, вот... Ну, и их винить... Ну, как их винить? Они дети. Вот их родители ебаные хуесосы, блядь. Вот как можно вот так вот вырастить ребенка, что он у них вот так вот... Вот такой, блядь. Это просто пиздец. Это вообще пиздец. Я тебе доноров, блядь, у него... Да батя без гондонов, че вам, блядь? Тебе просто вы... Да ему просто... Ублюдки, еб... Ну, вот, в этой общаге я и был. Я в ней бухал. Знатные были жопы. По-любому там жопа голая будет. Будет 100%. Ну, вот, в этой общаге я и был. Я в ней их бухал. Знатные были тут долгие. Что-то она тогда... Так, что тут происходит? План перехват какой-то. Ну, че себе же... Эх, блядь, ебалом в асфальт. Ничего себе. Сделаешь уроки, а потом пойдешь гулять. Игорь, папа, где ты был? Ты ушел за хлебом 7 лет назад. Очередь. Что? Огромная. Я взял хлеб, встал в очередь и... Не угадал. Там была кассирша. Она не знала, как отменить покупку. Она просто не умела. Ты стоял в очереди? 7 лет. Да. Надо было встать в другую. Первый показался мне короче. Так всегда бывает. Смотришь, вроде у человека в корзине только сыр и дешевый, как билеты на авиасейлс. А потом он такой... Ой, а сыр дома у меня вроде уже есть. А отмените, пожалуйста. И бам! 7 лет жизни в никуда. Ничего. Главное, что ты дома. Я так рада, что ты вернулся. Я тоже. Значит, теперь мы будем жить, как раньше? Да, сынок. Нам осталось только погасить кредит. А мне сходить за молоком? Нет, сначала сделаешь уроки, а потом пойдешь... Ебать! 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 Бля, какие ебланы, кошки и котлы, ну пиздец. На, нахуй. Чат, читай, тиктокер. Читаю, читаю. Ну ладно. Фот с разбанной, пиздешь. А сейчас нихуя нету, блин. А сейчас мы вот собрались. В другом, нахуй. В подчарке трахнуть, нахуй, блядь. И все нахуй. Вот так-то, блядь. А сейчас нихуя нету, блядь. А сейчас мы вот собрались. В другом, нахуй. В подчарке трахнуть, нахуй, блядь. И все нахуй. Вот так-то, блядь. Я не знаю, да не депрессия-то, нихуя. Я вот просто... И как будто бы не лень. вот ты просто просыпаешься и нихуя не делаешь даже не даже за компом уже в падлу сидеть я играю катку в доту и все и все остальное время просто лежать смотреть тик токи больше не ходить делать это ёбаная бесконечная рутина а как выбираться хуй знает я не знаю это не депрессия это нихуя я курю одну базовую величину как он себя записывает сразу на фронталку и на эту это на андроиде каком-то дай совет когда такой ситуации в какой туман 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 в такой ситуации когда ты ебланешь еще не можешь сделать слушай это многих касается и у меня точно такая же хуйня была и часто все равно есть такая хуйня когда ты это вроде типа не депрессия тебе просто ничего не хочется делать ты просыпаешься знаешь одна вот реально рутина и вот просто каждый день одинаковые ты ничего не хочешь делать хотя сам понимаешь ты смотришь на всех там в интернете как-то двигается блять миллионы нахуй зарабатывать и так далее ты все это видишь и ощущаешь себя не таким как все ощущаешь что ты проебал всю свою жизнь знаете это тема такая с апатией меняется тогда когда ты начинаешь что-то делать куда-то двигаться когда у тебя начинается путь все меняется когда ты через блять не хочу через не могу я знаю что это за хуйня когда говорят через не хочу блять это звучит максимально по-бумерски когда те родители так говорят это звучит так что типа все отъебись от меня когда тебе говорят через не хочу это так работает просто подумай о том чтобы ты мог сделать но тебе стремно и начни это делать через силу вот такая хуйня это проходит когда начинаешь делать что-то необычное для твоей жизни то чтобы ты не стал делать вот тогда это проходит и у меня было тоже самое до того как я начал стримить один в один каждый день у меня был вот такой как вот как вот здесь это не депрессия то нихуя я вот просто и как будто бы не лень друзья давайте на выходе пойдемте гулять погода хорошим гулять пойдем а если мне стрёмно быть собой открой календарь и нашей жизни 90 90 лет по понедели понеделем вот вся твоя жизнь вот это кубик к 1 квадратик это неделя ты видишь как недели пролетают нахуй это вся твоя жизнь ты больше не проживешь это вся твоя жизнь и тебе страшно быть собой тебе страшно что тебя кто-то осудит ты умрешь чел блять твоя жизнь закончится настолько быстро что ты блять даже в конце этой жизни не поймешь блять как ты это прожил вообще нахуй как время так пролетело вот этот ебаный страх заставил меня что-то сделать если бы этого страха не было я бы сидел в электростале зарабатывал 30 тысяч в месяц и просто пинал хуй вот эта хуйня помогла мне что-то сделать жизнь избавиться от страхов блять я я покажусь странным меня все меня будут надо мы будут смеяться поебать поебать вот так вот неделя за неделей проходит и потом так кажется вот здесь вот тут где-нибудь это дай бог если доживешь вообще нахуй до этого возраста вот у меня половина почти все друзья моих родителей вот здесь умерло вот 55 60 лет а тебе сколько сейчас ну вот столько где-то вот тут ты находишься я знаю что это страшно когда когда такое говорят ебануто страшно это самая сильная мотивация по ебать на мнение других людей по ебать на то осудят тебя или не нет просто по ебать у тебя есть только ты твоя жизнь и она закончится если ты ничего делать не будешь она закончится хуёво скорее всего ну я жду о девушка а уж так кенгуру можно к вам залезть так же а у меня такой вопрос ко мне друг приезжает я хочу его встретить как полагается и можно подобрать мне какое-нибудь платье сексуальное чтобы он надеялся ну давай человеку иди отсюда не отвлекайте меня ну типа красные шапочки димомочки чем-то есть вам кому себе другу другу чтобы удивить его хоп и он скажите а где у вас скоро встретимся в реальной жизни лёха ты меня это так тебя замотивировал что ты мне хочешь ебал набить или чё что значит скоро встретимся в реальной жизни точно можно немного пошуршать напряжение вот уж похлопать спасибо девушка а вы любите со своих шуток смеяться любите со своих шуток смеяться со своих шуток смеяться любите гей фури хакеры взломали ядерную лабораторию в сша и потребовали от организации начать эксперименты по созданию кошка девочек и нет это не сюжет какого-нибудь нового фильма группировка сайджет сек называющий себя гей фури хакерами взломала сайт центры ядерных исследований национальной лаборатории вайдах и похитила конфиденциальные данные сотрудников и других людей включая их домашние адреса номера телефонов пуль и прочее ну и конечно же выдвинула свои условия они готовы все удалить если лаборатория насчет исследования по созданию в реальной жизни кошка девочек так стоп а если они гей виздец блять центре города блять я в ахуе что с такой залупой на голове ты собрался на паре там же девчонки будут на бля как я обожаю оптимус гейка просто пизда доставай вот тут все ясно он дрочил все тихо 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 вызывай родителей доставая вот тут все ясно он дрочил все тихо 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 my ручной осьминог по имени сашими это самка а эта камера заполненная и любимые до но чтобы попасть туда, ей придется использовать свой невероятный интеллект и ловкость, потому что я создал для нее подводную полосу препятствий из девяти частей. Чё, блядь? Нихуя? Достоит сразу отметить, что, как и в случае с белками, для которых я делал полосу препятствий во дворе, я сильно недооценил способности этого удивительного существа. Чтобы понять, с чего все началось, давайте вернемся на шесть месяцев назад. Именно тогда я решил завести осьминога, чтобы проверить, действительно ли они так умны, как о них говорят. Принеся сашими домой, я поместил ее в специально подготовленный аквариум с водой нужного уровня солености. Ладно, нахуй, там будет вторая часть, третий, в итоге 20-минутный видос. Все в пизду, я понял, что... Я потреблять быстрого контента, я новое поколение людей, но мне эти видосы по 10-20 минут, да, нахуй, не сдались. Я хочу зайти в ТикТок, посмеяться, блядь, скипнуть, и так каждые 10 секунд. Ты чмо. Ты хуятина, блядь. Ты че, попутал сандали, блядь, или че? Ты чмо. Да иди ты нахуй. Понял? Пошел ты нахуй. Пошел ты нахуй. Блядь, вот это, вот это мое детство. Кто помнит этот видос ВКонтакте? Блядь, сколько мне было? Лет 10, наверное, если меньше, вот эта хуйня вышла. Я так и не понял, реклама чего-то, или что это? Ты нахуй, пошел, 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 пошел. Иди нахуй. Да иди ты. Не надо. Это ты мне вот так делаешь, заткнись, типа. Не надо. Почувствуй холод, почувствуй холст мой игрок, почувствуй, как нам не надо. Сука, это не мило, тебя нету ваказь. Каждый день я вижу сам. Как же Анчик щас хайпит. Бурнаут, дай Бурнаут. Бурнаут, дай Бурнаут. Земля круглая. Сучка. Земля круглая. Как поймать, сразу в рот дам. Сразу, а, вот так не будешь делать. Земля круглая. Сам ты, блядь, в неадекватном состоянии, нахуй. Вообще у меня есть права. Нормально, Олег, насрал. Вообще нормально. С экспрессией, с напором, сложной ломаной ритмикой. Не сбился. Не на похуй сделано. От души. Блядь. Блядь. Б... Б... Без... Б... 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 А... Б... 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 Мы решили... Заебала каргасу Кастары. Забала. Заебала пиздец. Поэтому уебу ее, нахуй, раз по горбу нах. Будешь сидеть, твердый. Нахуя. Хааа. Это лучше сесть, чем с ней, нахуй. В одной квартире жить. А... Адель? Адель? Адель administered. Там, блядь. Да, денег нет преды kontroll service. И так хуевой. Да, блядь... Она рассказала одну историю. Общий язык нашли. С детства. Про вишенки. А что она называла вишенками? когда мне бывает совсем лень собирать грибы я приезжаю местность где много грибников ходит и чтобы никто не видел я падаю вот так вот на землю притворяюсь что плохо мне или помер естественно люди начинают ко мне подходить и вот как только кто-то подходит помочь типа я просто беру светошел шумовой заряд и баку его нахуй на духом человек естественно глохнет слепнет падает нахуй стою спокойненько раз отряхнулся цепляю там чего не корзина блять пакет с грибами и деру нахуй туда вообще если без шуток то очень часто я пользуюсь передвигаюсь вот с таким вот молотом он много выполняет функции на самом деле но главная его функция привет планы новый год и пока что да никаких нет я надеюсь что пацаны будут в городе и мы пойдем мы у кого-нибудь соберемся отпразднуем новый год надеюсь так но что это ощущение сейчас что все поразъедутся и хуй знает если все разъедутся просто буду с своей женщиной и с двумя собаками сидеть хавать оливье и смотреть что-нибудь стрепуху пойдем да нет то не горилыч прикиньте в том году вообще праздновал новый год блять с другими друзьями какого хуя у тебя есть вообще другие друзья блять а я не понял а я для тебя кто наши пацаны для тебя кто как у тебя могут быть другие друзья блять вообще я вот этого не понял ты друг или кто ты ты крыса я умею дружить брат нихуя себе охуеть он выбрал других друзей горилыч не дай бог ты этот новый год будешь праздновать в компании насти и своих других друзей не дай бог вот реально узнать тебе гнев который может быть чебуратор вырядился прошерстнуться по районе вечерком натуре шарта такие блатные толстовочку николаевича погонять взял натуре на подкрепись чебур пойди по помойкам погонять бездомную шпану натуре блять покажи кто хозяин на районе чё ты спрятался натуре блять у чебуратора девиз если хочешь быть здоровым я в один из темноте натуре все правильно зима блять босяк натуре давай и пацаны это называется просто осуждаю блять какого осуждаю не 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 вам не стоит такие слова произносить это очень плохо эй мария select your person oh my god what is happening just pick a person just pick a person any person i'm gonna go for the dude in the middle дерь нет не понял Не понял, а мы чё, хуйня? Не понял, блядь А мы чё, хуйня? Чё пишут? Оптимусы и кто? Блядь, это пиздец, Горилыч Просто прикинь Как мы всё въебали Раньше просто, блядь, звёзды Ебанутые были, блядь Любили маленькие девочки Сейчас, чё за хуйня? Это мне? Да полхунил эти донаты Это мне? А вот, если честно говорить Котлеты Горилла Ча вкусные Нет Нихуя Я делал опрос в канале Более трёх к человек сказали Что у Горилла Ча один из самых лучших Поворот Давайте так Я зажравшийся человек Горилла Ча говорит то, что Я говорю, что его котлеты хуйня Потому что я зажравшийся человек Это факт Я очень сильно зажрался в плане еды Естественно, когда у тебя появляются деньги Ты будешь есть вкусно всё, что ты захочешь И я переел огромное количество вкуснейшей еды Но это не значит, что я не помню Запах, вкус Нормальных, вкусных котлет маминых. И вкус невкусных котлет. Я тоже помню. И котлеты горилоча напомнили мне вкус невкусных котлет. Вот знаете так, вот как вы, вот, давайте так. Котлеты домашние, мамины, школьные котлеты, да, это прям на уровень ниже. И вот котлеты горилоча, вот, еще ниже школьных. Вот так по вкусу. Хуйню несет. Зуб даю. Подожди, что пишут еще? Хозяева зародились на юморе Optimus. Не стоит их сравнивать. Не сравните. Их все по сумме хорошие. Сами хозяева говорили, что Optimus лучше, чем они, Optimus легенды. Так как, что сравнивать? Абсолютно разные. Абсолютно. Они изначально, они же скетчеры, мы просто стримеры. Это же другая хуйня. Вот если бы мы хозяевами скетчи снимали. Ну, в любом случае, это даже не надо сравнивать. Это не то, что что-то там лучшее. Это просто вот у них есть статус суперлегенд юмора. Это вот как вот они зафиксировали, все это навсегда останется. Не важно, что они там будут делать. Ваня там вообще с ума сошел. Он там познал, улетел куда-то туда. Ты познал эту жизнь. Так, ну что, пришел к нам очередной элеватор. Это уже на базе комбайна класс. Да ну нахуй. Дальше заливается все в сам бункер комбайна. Ну и вот так вот он работает. Кнопка включения. Мы его включили. Настроили сколько грамм. Давайте 20. Нажали кнопочку. Да ну нахуй. Ебать. Долго идут. А тут закрыто, забор. Мужики, так тут закрыто, ебаный в рот. Ебаный, ну как так? Я не знаю. Бля, а где выход? Да я, там наверное где-то. Обратно вам идти. Бля, ну не прикалывайся. Я серьезно, вот забор, смотри. Да ну ладно, бля. Я километр иду с ним уже 2 часа, бля. Это грыжа крыта, бля. Да ну нахуй, бля. Слышите, как, что уже долго идут. Привет, Ян, привет. Да ну нахуй. Очень приятно, Ян. Рад знакомству, я. А вы знаете, что здесь живет человек-лиса? Да, конечно. Похоже, только меня удивляет такой житель зоопарка. Асалам алейкум. А где лиса живет, человек-лиса? Прямо идите и увидите. Экскурсию к диким зверям зоопарка я пропускаю. И сразу отправляюсь на поиски легендарного чудовища. Друзья, ну что, я в предвкушении чуда, встречи с неведомым существом, человеком-лисой. Я уже вижу очередь, вижу людей и вижу маленькую будочку, в которой, похоже, это все и происходит. У меня немножечко такое предвкушение. Что за человек-лиса? Я понимаю, что сейчас увижу что-то особенное. Видите, это так называемое чудо природы. Каждый день приходят тысячи... Что это такое? С современным человеком-блоком мы встречались в Мексике. Но он уже не работал. А сколько стоят билеты Кесия? А в этом помещении живет уникально, убедитесь. Прикольно, можно прийти поговорить с лисой. Всего за 30 рупий. Это меньше 2 долларов. Ты ебаный ублюдок, вообще, нахуй. Ты ебаная хуйло, кто это сделал? Не нужен покой. Бам! Ха-ха! Снимай трусы, они уже намокли. Что за гигабайт я в натуре, ребят? Брэд Питт, теряйся, к тебе нашли за беду. Сейчас, есть мысль, надо меня в полный рот снять. Мужики, извините, можете, пожалуйста, подснять меня? Да, давай. Пойдем. Все, решено. Я номинируюсь на премию секс-символ года. И пусть сегодня не погода, но меня сейчас конкретно выебут эти двое. Э, ты охуел, сюда иди. Э, ты че так разговариваешь? Это просто типа... Э, братишки, я думал... Ты че-то переплутал? Нас вообще-то не двое, а трое. Бам! С нами куплю тебя айка. Какой нахуй в Аркес, блядь, блядь? Че, ебнулся, блядь, нам, блядь? Меня, блядь, без фильтра строит, нахуй, блядь, блядь. Нахуй мне твои, блядь, нахуй привозные, нахуй сигареты пизду, нахуй. Аркес это, блядь, не будет вредить тебе на здоровье. Аркес это будет бродить, блядь, нахуй, по нашей стране, блядь, нахуй. Я ни хуя не грустый, у меня нет никакой депрессии. У меня есть... Ну все, это было уже, блядь. И ты! А ну давай выходя отсюда, давай, уходи отсюда. Часть 21. Охуй она написана, да? Часть 21. Вот хуйня, блядь. Сука. Сука. This is my cat with the big round eyes filter. Let's see what your cat looks like with this filter. This is my cat with the big round eyes filter. Let's see what your cat looks like. Баб, давай, всего тебе, хорошего, да... Все, давай, да. Погоди, это только... А где этот фильтр был? Погоди. Погоди. Стоять. Чё за хуйня? This is my cat with the big round eyes filter. Эй, то хуйня работает? Ёбаный рот, блядь. Ёбаный рот. This filter. This is my cat with the big round eyes filter. Да это для кошек. Так они же одинаковые, ну. На экран нажать надо было. Ёб твою, блядь. Эй, ни хуйня не работает. This is my cat with the big round eyes filter. Вот чё ты чё? Эй, чё? Нахуй ты это движение делаешь, Трикс. А? Какого хуйня? Я тебя такому не учил. Какого хуйня? Баб, давай, всего тебе хорошего. Всё, давай, да. А то я вчера он видела, проходила мимо там эти всякие фруктики, овощи вам не понравилось, мне заебенско вообще охуительно. Я пою, пою. Ну, всё, пою. Тогда давай, завтра. Всё, ладно, ладно. Да, да. Это мне! Блядь. Это мне! О, о, это ульп. Это мне! Хорошего вечера, Лех и чат. Спасибо, родной, ББ. Меньше чем три. Спасибо, родничок, ББ. У меня такая тема, вот, с родителями всегда. Вот она уже винтит, коронкин. Ну, я не смотрю. Не смотрю. Ну, ладно, да. Давай, всё, я верю. А ещё чей этот, позавчера. Баб, да. А же раны на душе. Я, пожалуй, заведу себе и саду две. Я бы и хотела стать котёнком. А же... А же раны на душе. А же раны на душе. Ну, ну, давай! Я бы и хотела стать котёнком. Ну, и хуйня ебаная. Чё вам смешного? Ты такая красивая. Он умер, да? Жалко, блин. Переставь себе. Ты просто везде, да? А не везде в русском рэпе. Везде. Это, во-первых, конечно же, Егор Тейп. Без него просто никуда. Это кореш. Однозначно. Просто везде. И, конечно же, холод. Не понял. Ты тоже просто везде, да? А не везде в русском рэпе. Везде. Это, во-первых, конечно же, Егор Тейп. Без него просто никуда. Это кореш. однозначно просто везде и конечно же холод а какой контекст я весь ру-рэп держу то что кореш в каждом треке я не знаю почему про меня читают даже те с кем и я не знаком я не знаю почему это что за нахуй хотят кусочек фейма опиума бля мужик я думал кто-нибудь напишет такую кринжовую или нет ну и то что я них сказал что не употребляю но у кореша есть ешка во первых я не наркоман во вторых у меня не ешка м к щас будет ешки у меня никогда не был явно не про тебя так он сказал кореш бля иногда мне кажется что я сойду с ума и буду вот такой хуйня заниматься просто уйду куда-нибудь в тайгу бля и вот такой хуйня буду заниматься но залипа лавка конкретная я недавно смотрел трехчасовой по моему видос где чел на протяжении пяти лет строил дом из бревен мне такая апатия накатила на эту хуйню что вот он и он один и просто вот проводит свое свободное время то что он в лесу в тайге строит дом такое одиночество какое-то пиздец сильное у меня план скури его продается морковка можно можно понюхать свежие это конечно давайте крутая стрижка будет как горшок нет как называется здравствуйте малышка моя сладкая будь не добры беляш у вас всякое разное белье да 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 тебе чего надо вообще у меня проблема есть я когда сплю мне снится что меня типа дед зовет куда-то в итоге в туалет я иду я описался есть конь белье чтобы против влаги было что можно купить моей девушке а то у него они довольно вопрос вот насчет кока-колы как вы относитесь мне вообще не считаю что это на паскара вы первый снег ложится моё моё стекло и место будет хорошо хорошо а просто первый снег пошел вы первый снег ложится капли на моё это он говорит ты чё дубой об разговариваешь как настроение не было больно не было надо мной часто смеются и спрашивают мол откуда у тебя в походах берется вот такой вот раскладной пластиковый стол ребят на самом деле это все именно вот так и выглядит да я часто беру этот стол с собой в походы рюкзак вешается спереди стол соответственно сзади согласитесь это очень удобно ты пришел поставил стол не на земле это все делается готовится там что-то раскладывается а на нормальном столе плюс ко всему стол выполняет защитную функцию своеобразный такой щит панцирь животные любят нападать из-под тишка и естественно это будет неприятно если удар придется куда-либо вам по почкам либо по рюкзаку снаряга наху выпало все а так ты идешь со столом разборит что-то блять это все равно соскочила с дерева насчет вот был бы хуина из пива было мало поняли вот есть предка но метка вот заебал уже если честно я же был в америке сейчас два месяца я ехал в такси и я всегда разговаривал в америке с любым человеком который хотел со мной разговаривать не похер вообще иеговые не иеговые я с каждым разговариваю мне надо попрактиковаться и я подкидывался на любой диалог я ехал с таксистом и мы разговорились и он мне говорит типа куда вы сейчас едете я говорю я если честно еду сейчас стендап клуб а в америке выступать типа со стендапом он такой серьезно типа со стендапом я такой да и он такой типом извините но у вас типа не очень хороший английский такой да 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 я типа только учел английский вот эти по собираюсь выступить со стендапом это прикольно такое расскажи спрашивать мол я же был в америке сейчас 2 2 месяца поздно типа со стендапом я такой да и он такой типом извините но у вас типа не очень хороший английский такой да 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 я типа только учел английский вот эти по собираюсь выступить со стендапом это прикольно такое расскажи какую-нибудь шутку Я знал, что не надо. Я знал. Но почему-то мне показалось, что надо рассказать. Я рассказал одну из своих, типа, смешных шуток, как мне казалось. Но она вырвана из контекста, не очень смешная. Я рассказывал вам эту шутку. Я не знаю, рассказать вам эту шутку, чтобы дважды я это прочувствовал. Да ну нахуй! Я рассказал шутку, там у меня шутка звучала. То есть я выступаю долго на английском со стендапом. Я же был в Америке. Иди нахуй! Бро, а можно я включу что-нибудь на ютубе? Давай, держи. Смотришь видосы про маньяков? Да, еще с детства. Лида просит чекнуть ТГ. Сейчас, секундочку. Где? Не, Лидочка, к сожалению, так не получится. Но можно, наверное, сегодня пересечься. Могу и туда, в принципе, подъехать. Если он сейчас там. Чуть-чуть попозже могу подъехать. Спроси, сколько он там будет времени. Лида просто это, ну, девочка, которая илющий пациент помогал с видосом. Сейчас она с нами не работает. Сейчас она, ну, в кино, в сериалах и так далее. Она была, насколько я знаю, помощником режиссеру на... Ну, вот, как раз на сериале «Слово пацана». Вроде как она личная ассистента... Ну, в общем, не то, что личная ассистента, очень хорошо дружит с Яралашем. Вот, она говорит, что очень хочет, чтобы я с ним пообщался. Потому что парнишка маленький и очень резкий хайп, взлет. Вот, это вся тема и пообщаться, типа, что у меня есть опыт по... Вразумить. Не знал, что ты гей. Че? Что гейского в документалках про манер... Коучинг по хайпу? Да нет. Бро, только девушки смотрят видосы... Так, ладно, я уже потерял смысл. Мысль. Что, как настроение? Хорошое. Не было больно? Не было. Не было. Оу, оу, 52. Да здравствует Санкт-Петербург, это город наш. И каждый новый куплет, боли его, как никогда. Альбом, он чисто мой, я никому его не продам. Не думая о том, как хорошо было вчера. Меняй города, представляй район, у меня есть репертуар. Никогда я не просил, когда я где... Похуй на все и на всех, боли. А джера гуджу, боли. Мигана, мигана, боли, уже есть, боли. Должи пословицу, скажи мне, кто твой друг? Серега, ебать его. Подолжи пословицу, скажи мне, кто твой друг? У меня было. Во-первых, на каком основании ты имеешь право указывать мной? И я буду делать то, что я захочу. И ты говоришь на меня, переводишь на себя, поэтому... Во-первых, на каком основании ты имеешь право... Была бы моя власть, я бы у детей телефоны отнял всех. И меня бы никто не смотрел. Ладно. Друзья, ну с недовольной миной пахан собрал хурву. Ну не всю, как вы поняли, там дождь ебашит. Что общего? Доставщика пиццы и гинеколога. Они оба могут понюхать, но не могут попробовать. Кристофор Колумб был первый, кто попутал берега. Лучше света... Здравствуйте, где хорошая пекарня? Ну что, молодой человек? Ебло! Кум, можешь подсказать, пожалуйста, как правильно восстановить отношения с девушкой? Ведь у тебя было такое в жизни. Как ты это сделал? Типа, что написал или сделал, чтобы снова сойтись? Меня хуй знает, мужик. Расставайся. Занимись своими делами, реально. Эндрю Тейта, посмотри. Честно, да я что, ебу что ли? Я же не знаю, кто ты, я не знаю, кто твоя девушка. Чувак, давай сам как-нибудь. Как-нибудь сам. Здравствуйте. А у вас есть перчатки? Не, ну я не знаю, как помочь в этой ситуации. Ну, самое банальное, что? Самое банальное. Купить цветы и подождать ее возле подъезда. И горбануть. Да? Нет. Извиниться, предложить пойти погулять, пообщаться. Надо я хуй узнает. У меня друг сбила... Нихуя. Это что такое? Это орган? Ебать. Ебать страшная хуйня. Не просто кафе. Смотри. Смотри. Батосик, пойдем мыться. Мыться пойдем? Пойдем. Весь грязный, а? Погулял чуть-чуть. Погулял. Все, пойдем мыться. Выключи. Зато я сам тебе зарабатываю на... Че ляку шаурму продаешь в мразь? Или че ты делаешь нахуй? Че ты нахуй, сука, охуяц? Вы знаете, что нечервивых грибов практически не бывает. Даже если не видно крупных червяков, в грибе могут быть мелкие особи или яйцекланы. Фу, блядь. Это для личинки грибов комарик. Личинка состоит в основном из жира и бир... Ага. Фу. Какие нахуй личинки, блядь? Ну я грибы и так не ем. Шлюха, твоя мать! Ой, блядь. Окей, давай, давай, давай. Давай, все, все. Охуй. Охуй. Ну что за клипы вырезали, блядь, вот не дай бог там вот это то, что я скипнул, там было окулище, и я вот на это сказал, фу, блядь, вот не дай бог вы эту хуйню вырезали. У меня и так, блядь, просто уже настолько душат, блядь, детишки из тиктока, хватит, блядь, хватит, нахуй, хватит, угомонитесь. Блядь, вы вообще, ебланы, модеры вот так их. александр на груди как отчет эту хуйню занимается и не боится вы видели вот этот в тик токе как на огороде куличка пошла с момент осуждаю его твою а вот а еду и тест вот такого вот термоодеяло я разделся нам не осталось обычная майка вот такие вот шортики ну естественно сапоги давай разворачивайся я же заметно фольга юса действительно какой-то эффект согревания мои плечи блять и спина они мерзнут у меня начинают потеть подмышки блять я бы сказал это какая-то ебанина минус 10 вас просто превратит в якутскую струганин эти одеяла возможно я побрился папа папа побрился мой гора любимый родина кавказ там горах высокий я барашка есть тут такой же удар папа побрился гуля легендарный сил это было время моей молодости первые видосы плюс 100 500 как я усывался мы с братом смотрели просто хихихаха блять гуляендарный силы Как мило Один хуй его потом убьют и съедят на колбасу пустят вы обвиняете совершение ряда убийств детей и женщин ничего не хотите сказать по этому поводу постеснялись бы мне такие вещи говорить еще извиняться будете передо мной я простой советский труженик я ничего такого не сказал сказал я хочу вот мне интересно как они вот сняли этот сериал вот мне у меня хотелось бы или это фильм мне хотелось бы посмотреть но везде где играет на гиев я вижу на гиева не они персонажа фильма он слишком fame ебанутый но слишком фэйм честно говоря я заметила тебя как ты смотрел на меня николай чипсона я вчера понятно сука нихуя себе мы где ты чё кричишь то мы в лесу ваня согласитесь что любое видео смешнее когда чел смешно смеется залог и залог смешных видосов это когда чел смешно смеется я предлагаю пойти twitchfm глянуть о блять это что случилось чё я сделал почему фу а я блять